Добрый день! Вы смотрите итоги дня. Мы собрали воедино то, что посчитали наиболее значимым за прошедшие сутки. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Из Ульяновска в Москву в двухэтажных вагонах. Новые правила приема в вузы в 2021. Что ожидает абитуриентов? 9 случаев заражения. Роспотребнадзор консультирует сотрудников лагеря Волжанка. Фабрика мороженого, как в Ульяновске, производит популярное летнее лакомство. До Москвы ульяновцы смогут добраться по железной дороге в двухэтажных вагонах. Алексей Русских провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Витальевичем Дмитриевым, о чем еще договорились в нашем материале. Ульяновск станет центром в ПФО по обслуживанию двухэтажных вагонов. Об этом заявил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев во время рабочей встречи с главой региона Алексеем Русских. Выпуск новых двухэтажных вагонов на маршрут Ульяновск-Москва обсуждался неоднократно. На встрече данную договоренность подтвердили. Новые вагоны также планируется выпустить и на другие маршруты. Это 16 вагонов в сентябре-октябре и в конце года еще 32 вагона для постановки поезда Ульяновск-Москва-Шкурала-Москва-Чебоксар-Москва-Ульяновск. Ориентировочная сумма инвестиций порядка 8,4 миллиарда рублей. О этих целях в Ульяновске, о том, что я говорил, сейчас проходит реконструкция в Ульяновске-Первом для строительства ремонтной позиции для обслуживания двухэтажных вагонов. Вагоны запустят в четвертом квартале этого года. Также в планах организовать курсирование четырех пригородных поездов сообщения «Верхняя терраса студенческая». Время в пути городской электрички составит 44 минуты. Остановки предусмотрят в Заволжском районе и на центральном ЖД вокзале. Обсудили безопасность на железнодорожных путях. Только за пять месяцев допущено 116 транспортных происшествий. С Ульяновской областью подписана программа о мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения. По ней ежегодно на переездах и станциях проводится ремонт. В рамках указанной программы и за счет средств ветерального бюджета планируется строительство путепроводов трех с последующим закрытием переездов на участие в районе проспекта Гая по улице Академика Павлова и в створе улиц Фасадная и Хваткова. Также стороны договорились о создании на территории Ульяновского вокзала музейного комплекса. На втором этаже здания уже идет ремонт на средства компании. Регион же, в свою очередь, подготовит концепцию будущего музея, где отразят всю историю региона. Подобный музей успешно работает и в Самаре. Для гостей из Ульяновска провели интересную экскурсию и рассказали об истории Куйбышевской железной дороги. Анна Тищенко, Управда ТВ. В Самаре прошло совещание по вопросам национальной безопасности среди участников главы регионов, представителей федеральных министерств и полномочных представителей президентов в Приволжском федеральном округе. Ключевой вопрос – безопасность экологическая. Подробности в нашем материале. В Самаре прошло совещание по вопросам национальной безопасности в регионах ПФО. Провел встречу глав регионов секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсуждали экологическую безопасность по Волжье. В округе сконцентрирована четвёртая часть всего промышленного производства страны. Работа предприятия оказывает серьёзную нагрузку на окружающую среду. Техногенная нагрузка на окружающую среду является основным фактором, определяющим экологическую обстановку в округе, которая в ряде регионов округа остаётся сложным. Уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в округе сохраняется высоким. Почти 3,5 миллиона тонн и составляет 14% от общего объёма выбросов в стране. Главная цель – ликвидировать накопленный вред окружающей среде, уменьшить уровень загрязнения воздуха, воды и почвы. Одна из мер – переработка твёрдых бытовых отходов. Во всех регионах округа проведён переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, введённую в эксплуатацию ряд объектов по их обработке и утилизации. Тем не менее, многие регионы столкнулись с проблемами этого перехода. И с точки зрения переработки мусора, создания полигонов, отработки технологий, конечно, очень много предстоит ещё сделать. Также Полпред отметил, что в регионах Поволжье модернизируют объекты и системы водоснабжения и водоотведения, обновляют техническую базу в лесном хозяйстве, расчищают русло рек. В Ульяновске, например, уже начались работы по расчистке свияги. Работают геодезисты. Приведут в порядок и живописный Юрманский залив. Наводить порядок будут на средства федерального центра. На расчистку залива Волги выделят 61 миллион рублей. Область вошла в проект по сохранению уникальных водных объектов на территории Российской Федерации. Правительством нашим уделяется проблемам экономии самое-самое пристальное внимание. У нас недавно в регионе был премьер-министр с своей командой. Были приняты очень важные для Ульяновской области решения. Проблема оползней привлекла внимание не только Михаила Мишустина, но и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Протяженность Волжского склона в пределах Ульяновска, подверженной оползневым процессом, составляют более 17 километров. Сейчас разрабатывается план противоуползневых действий. Предварительно на ликвидацию оползней потребуется 15 миллиардов рублей. Также, как отметил глава региона, для обеспечения жителей качественной питьевой водой в области построят 40-километровый водовод. Для его строительства в правительстве планируют войти в соответствующую госпрограмму. Анна Тищенко, Улправда ТВ. В Ульяновском лагере Волжанка зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусом. 60 человек – контактные. Заболевание выявили у детей. Благо, ребята в силу юного возраста переносят его в легкой форме. По словам директора учреждения, паниковать не стоит. У педагогического состава коронавирус не выявлен. На территории лагеря проводят обработку. В том числе проведена дезинфекция постельных принадлежностей. При всем при этом мы стараемся не омрачать их отдых, чтобы они могли поиграть на свежем воздухе, чтобы они могли посмотреть мультики кино. Ну, в общем, есть некоторые меры ограничения, но они в любом случае веселее, чем дома. По словам директора лагеря, учреждения поддерживают органы власти. Это Роспотребнадзор, Департамент образования, санитарно-эпидемиологическая служба. Специалисты Роспотребнадзора выехали в лагерь и проконсультировали местный персонал о мерах предосторожности. В Димитровграде отмечается рост заболеваний коронавирусной инфекцией. Город Атомщиков не стал исключением среди многих городов и регионов нашей страны, в которых наблюдается рост случаев ковида. Так, в Москве и Санкт-Петербурге на фоне новой волны заболеваемости начали ужесточать ограничительные меры. Дойдет ли эта ситуация до Димитровграда? Каков прирост случаев ковид-19 во втором городе Ульяновской области? Подробности в материале Татьяна Елисеевой. 17 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки, 13 из них первичные. Такова неутешительная статистика на 16 июня в Димитровграде. По словам специалистов, рост заболеваемости стал отмечаться последнюю неделю июня. В мае месяце относительно было так, поспокойнее. А вот первые две недели июня тоже, опять-таки, относительно спокойнее. Вот скажу, что первой неделе июня у нас было зарегистрировано 19 случаев, один ребенок заболел, вторая неделя 23, то есть идет рост. Один ребенок. Специалисты отмечают, что новый вирус, в отличие от многих других, не боится жары. Эпидемиологов настораживает, что люди перестали соблюдать элементарные меры профилактики, то есть зачастую угрожане забывают о масках в общественных местах. Если так пойдет и дальше, то мы можем прийти к ситуации с ужесточением ограничительных мер. Для создания коллективного иммунитета это только спасет нас. Обязательно надо прививаться. Наша вакцина, вот, спутник ВИИ, она очень эффективная. Она уже опробирована, все три этапа прошло. И хорошая вакцина. Вакцинация в Димитровграде продолжается. Привиться можно как в поликлинике, так и в передвижном пункте, который в течение этой недели работает на площади советов. В Ульяновской области порядка 150 тысяч человек сделали прививку от коронавируса. Напомним, во многих регионах страны эпидситуация ухудшилась. А в Ульяновской области в среднем рост пока небольшой, около 10 процентов. Но негативная тенденция уже прослеживается. По мнению экспертов, только вакцинации и соблюдение мер безопасности помогут сдержать третью волну и снизить уровень летальных исходов от коронавируса. По информации регионального Минздрава, на сегодняшний день первым компонентом в области привито почти 150 тысяч человек. А полностью завершили вакцинацию 115 тысяч. При этом ульяновцев в возрасте старше 60 лет привито почти 60 тысяч. Необходимо отметить, что в медучреждениях области действует 44 пункта вакцинации. Также открываются дополнительные точки в общественных местах и организованы выезды мобильных бригад на предприятии. С начала прививочной кампании в регион поступило около 168 тысяч комплектов вакцины. Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, в регистратуре своей поликлиники или по коротку номер 122. Для получения доступа к дневнику самонаблюдения после вакцинации и электронному сертификату необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуги.ру. Варианты подтверждения учетной записи указаны на портале в разделе «Частые вопросы». Жители, у которых учетная запись не подтверждена, могут получить сертификат о вакцинации в бумажном виде в поликлинике по месту жительства. ЕГЭ подходит к концу. Наступает новый, не менее значимый этап – подача документов в университеты. До старта приемной кампании в региональных вузах остается несколько дней. Какие новшества подготовить для абитуриентов, расскажет Алина Тихонова. Без пяти минут абитуриент в этом году вступают в силу новые правила приема вузы, которые сильно повлияли на процесс поступления. Одни нововведения заставят понервничать, а другие сделают жизнь абитуриентам немного удобнее. Последние много лет зачисление проходило в два этапа. С этого года у поступающих останется только одна волна зачисления, в которую вузы заполнят сразу 100% конкурсных мест. Здесь уже нужно будет абитуриентам сразу сориентироваться, более внимательно ко всему относиться, относиться к принятым документам, учтенным документам. Это становится очень важным, потому что цена ошибки значительно возрастает. Приемная кампания в техническом университете стартует 19 июня и продлится до 29 июля. Только в прошлом году в учебное заведение подали заявление свыше двух с половиной тысяч выпускников. В настоящее время в политехе, включая авиаинститут, представлено 9 факультетов и свыше 20 направлений. Подать заявление теперь можно сразу на 5 направлений. Наиболее популярны, конечно, IT-специальности, информационные технологии, дальше строительные направления, ну а потом уже по убывающей, там радиотехнический факультет, энергетический факультет, машиностроительный факультет. В принципе, у нас все направления востребованы, все популярны. На все происходит конкурс, где-то больше, где-то меньше. Еще одна новинка – разные комбинации ЕГЭ по одной специальности. Раньше за каждой специальностью был закреплен жесткий список предметов ЕГЭ. Теперь вузы сами могут устанавливать разные комбинации возможных предметов для одной специальности. В связи с пандемией подать документы можно будет несколькими способами в любой вуз страны. Первый способ – это дистанционно, с помощью регистрации личного кабинета абитуриента на официальном сайте вуза. Второй способ – с помощью портала госуслуги, суперсервиса, ЕПГУ, поступления в вузы онлайн. Третий способ – это очный прием, но с соблюдением, конечно же, всех норм. Начало приемной кампании в педагогическом университете запланировано на 18 июня. Нельзя не отметить, что в этом году в ЛГУПУ увеличилось количество бюджетных мест до 1130. Благодаря этому у выпускников появилась возможность поступить и обучаться бесплатно, не только на педагогической специальности. По новым правилам подать заявление здесь можно сразу на 10 направлений. В Леновском государственном университете приемная комиссия начинает работать с 20 июня. Выделено 1631 бюджетное место по разным направлениям. Среди популярных специальностей – лечебное дело, автомобили и авиастроение. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова. В честь празднования юбилейной даты фонд Сахарова организовал передвижную фотодокументальную экспозицию. География выставки обширна. Она пройдет в 70 городах России, включая и Ульяновск. Какие экспонаты представляет наибольший интерес, расскажет Рината Алиулова. «Человек эпохи, человек мира» – все это об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Семья, детство, юность, общественная личная жизнь, научные труды. Каждый период жизни выдающегося ученого представлен в передвижной фотодокументальной выставке, посвященной столетию со дня рождения академика. Накануне вернисаж прошел в Ульяновском доме музея Ленина. До этого выставку успела побывать в Самаре и Казани. Эта выставка передана нам для экспонирования фондом Сахарова, который организовался в 1994 году. И составлен он из документов вдовы, которая передала этому фонду личные документы Андрея Дмитриевича Сахарова. На каждом из плакатов – фотографии, описания и высказывания человека эпохи. Отдельный стенд посвящен жизни Сахарова в Ульяновске. Пусть и короткий период с 1942 по 1945 годы прошлого столетия. Но именно на патронном заводе началась его карьера как научного работника. В городе Наволге он также впервые обзавелся семьей. Ульяновские филателисты внесли свою лепту в фотодокументальную выставку. Среди экспонатов – конверт с изображением молодого академика Андрея Сахарова. Здесь ему 21 год. Обратились в музей патронного завода, и они нам нашли фотографию с личного дела. Естественно, она была черно-белой, плохого качества. Но дизайнеры в Москве вытянули, расцветили, даже цвет глаз поставили. И когда мы послали его дочери и внучки, они сказали, вы знаете, нужно обязательно поменять цветный глаз. У него не зеленые, а серо-зеленые глаза. В Ульяновске также прошло специальное почтовое гашение, конверты и марки. Параллельно региональный союз филателистов выпустил еще один конверт с изображением дома, в котором проживал Сахаров. Выставка задержится в Ульяновске до 7 сентября. Посетители ждут ежедневно с 10 до 17.30. По адресу улица Ленина, дом 70. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Улправда ТВ. С чем у вас ассоциируется лето? Один из наиболее популярных ответов – мороженое. Мало кто равнодушен к этому лакомству. О том, как его производят в Ульяновске, расскажет Антон Никонов. Знакомые с детства вафельные стаканчики, наполненные сладкой замороженной молочной массой, классический вариант мороженого. С чего же начинается процесс приготовления популярного лакомства? На производство поступает цельное сгущенное молоко, а также сливочное масло, которые сперва попадают на экспертизу в лабораторию. Наши все поставщики уже знают, что у нас есть такой прибор-хроматограф «Хромосфирмы», где мы проверяем, есть ли там фальсификат или нет. И стараются поставлять нам качественное сырье, так как мы можем отказаться от фальсификата. После того, как экспертиза дала положительное заключение, ингредиенты пускают в производство. На первом этапе их все соединяют и варят. Получается горячий пломбир. Далее он отправляется для охлаждения в огромные резервуары, а уже оттуда поступает в распределитель на конвейерную ленту. Тем временем в соседнем цеху выпекаются вафельные стаканчики. Специальная машина делает форму из меланжа яиц, муки и масла. Затем укладчицы складируют получившиеся заготовки в контейнеры, которые после отправляются также на конвейер. И вот он, долгожданный момент соединения пломбира со съедобной вафельной посудой. 257 тысяч штук счастья в сутки выпускается с этой конвейерной ленты. И все это, конечно же, мороженое. На ленте пломбир еще мягкий. Попадая в специальный холодильник с температурой минус 28 градусов, как раз превращается в мороженое. Далее холодный продукт упаковывают в индивидуальную обертку, после чего брикеты попадают на фасовку. Работницы на предприятии с большим стажем. За многие десятки лет однообразие не надоедает. Они понимают, что дарят частички прекрасных эмоций людям. 30 лет работаю. Мне здесь нравится. Делаем мороженое, дарим детям радость. У нас мороженое очень вкусное. Всем нравится. И нам нравится. И вот поэтому, наверное, и работаю здесь. Уместно будет сказать, что мороженое – сезонный продукт. Поэтому летом темпы производства увеличиваются из-за большего спроса. Нет такого дня, наверное, чтобы не раздавались звонки у нас в отделе сбыта. Что регионального, что внутреннего. О том, что необходимо довести вот эти маленькие частички счастья, которые дойдут до конечного потребителя, до наших деток, до наших молодых людей, до наших мам и пап, до наших бабушек и дедушек. И пусть минутки счастья, когда люди едят мороженое, длятся совсем недолго. Именно в этот момент забываются все невзгоды и верятся, что жизнь прекрасна. Антон Никонов и Юрий Ломатов у Правда ТВ. По информации синоптиков, 18 июня ожидается ясная, но относительно прохладная погода. Днем столбик термометра удержится на отметке плюс 22 градуса по Цельсию. Ветер северный – 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. Ультрафиолетовый индекс «Высокий». Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30, 23, 0, 0, а также на нашем сайте. До свидания.